Примерно год назад сидел я такой за компом и вдруг Microsoft выпускает обновление. И подумал я, наконец-то Microsoft дали нам возможность использовать браузер для серфинга в интернете, а не для боли и страдания. Представляем новый Microsoft Edge. Сегодня вы вправе требовать от браузера большего. Производительность мирового класса, повышенная конфиденциальность и продуктивность, а также новые полезные возможности. Всем привет! Наверняка вы уже догадались, о чем сегодня пойдет речь. Правильно, сегодня речь пойдет о новом браузере Microsoft Edge, который выпустила компания Microsoft для своих операционных систем Windows 7, 8 и 10. Ну и не только для них. Также Microsoft Edge доступен на macOS, доступен в PlayMarket и на App Store. Конечно же, совсем новым его назвать нельзя, так как ему практически уже год. Я не зря сразу не стал снимать про него обзор, потому что любое новое приложение изначально выходит сырое, с багами и недоработками. И вот теперь, уже спустя год, пользуясь этим приложением некоторое время, мы можем сделать некоторые выводы, а также посмотреть, что он из себя представляет. Первое и самое главное, что меня радует, это то, что Microsoft наконец-то уходит от своего старого браузера Internet Explorer. То есть, как все в народе называют, браузер для скачивания браузеров. Internet Explorer по-прежнему присутствует в Microsoft Windows, но вот в 10 версии его уже разрешили удалять. Поэтому с легкостью можно избавиться от этого устаревшего динозавра. Следующее, что нам необходимо знать и понимать, то, что Microsoft Edge полностью построен на движке Chromium. В принципе, как и его собратья. Chrome, Яндекс и другие браузеры. Конечно же, в этом случае все браузеры теряют свою оригинальность и уникальность, так как построены на одной архитектуре. Но, с другой стороны, это неплохо. Почему бы не использовать успешное решение других производителей? Если браузеры построены на одном движке, это не значит, что они полностью идентичные. И неужели наконец-то Microsoft решили свои давние проблемы? Ведь они повсюду впихивали свой Internet Explorer. Мне интересно вообще, кто-либо и когда-либо пользовался этим браузером или нет? И такой важный главный компонент операционной системы, как браузер, я думаю, что должен быть достойным. Конечно же, у него есть свои минусы и плюсы, и сейчас мы разберемся, какие. Первое, что интересует любого обычного пользователя, это интерфейс и дизайн. И этот браузер получил весь свой интерфейс от Chromium, что в свою очередь делает его схожим с Chrome или Яндексом. Если вы обратите внимание на верхнюю панель браузера, то здесь вы найдете вкладки, поисковую строку, панель закладок, панель с расширениями, а также иконку авторизации, которая в Chrome синхронизируется с Google аккаунтом. Ну а Microsoft Edge соответственно с Microsoft аккаунтом. Чуть ниже мы можем наблюдать саму рабочую область. Здесь мы можем найти поисковую строку, ссылки на часто посещаемые ресурсы, но также новостную ленту, реализованную практически так же, как в Яндекс браузере. Та самая навязчивая новостная лента, которая в Яндекс браузере меня бесит больше всего. Но, к счастью, она может быть наполовину скрыта и не попадать мне постоянно на глаза. Как я уже сказал, интерфейс вкладки настраиваемый, поэтому мы можем здесь все настроить под себя. Ну и, как видите, новостную ленту здесь убрать можно. Что касается контекстного меню настроек, то здесь все то же самое, что и в Chrome. То есть, здесь каждый разберется и найдет свою настройку. Что, кстати, меня очень порадовало и развеселило, это функция чтения сайтов вслух. Помогите, я не понимаю, как это работает и имеет никакого смысла для меня. Пожалуйста, помогите. Это и есть функция. Функции здесь все такие же, как и в других браузерах на движке Chromium. То есть, это избранные закладки журнал, история, загрузки, приложения, расширение. Расширение сюда подходит из магазина Chrome. Поэтому мы можем не ограничиваться новой базой приложений из магазина Microsoft Edge. Мы легко можем зайти в известный магазин Chrome и найти необходимые приложения. Они сюда подходят. Кстати, при установке Microsoft Edge при наличии браузера Chrome все расширения импортировали автоматически. Давайте зайдем на настройки Microsoft Edge и посмотрим, что мы здесь можем обнаружить. Изначально интерфейс настройки мне показался очень сложным и даже ввел меня в каком-то смысле в заблуждение. Я искал определенные настройки и почему-то их не мог найти. Но когда немного попользовался браузером, то здесь уже стало все более ясно. Допустим, чтобы изменить поиск по умолчанию, нам необходимо перейти в конфиденциальность, поиск и службы, перейти в самый низ и найти здесь адресная строка и поиск. Кстати говоря, данный браузер без проблем позволяет нам установить любую поисковую систему по умолчанию. Многие говорили, что строку поиска с поисковой системой Bing невозможно изменить. Скорее всего, ребята, у вас просто стоит операционная система с поддержкой поисковой системы Bing. Именно поэтому у вас это и не удавалось. В обычной операционной системе без таких замутов все легко меняется и в адресной строке, и в строке поиска. Внешний вид меняется практически полностью. Имеется две рабочие темы, то есть темная и светлая. Что мне очень понравилось, что можно включить и отключить любые компоненты. Не то чтобы по стилю стильно, но по сути стильно. Что еще здесь новенького я нашел? Во-первых, такая интересная функция, как передать мультимедиа на устройство. К сожалению, у меня ничего не синхронизировано, но по сути функция интересная. Также чуть не упустил еще один момент для любителей Linux. Браузер там также теперь доступен, поэтому можете пользоваться им там тоже. Что же еще в этом браузере уникального? Во-первых, это блокировка отслеживания. Мы можем здесь установить базовую, уравновешенную и строгую. Далее, что нам следует сразу отключить? Это службы Microsoft, которые занимаются тем же самым отслеживанием ваших действий. Лезть совсем глубоко в технические характеристики. Не хотелось бы, да. Я думаю, и вам это тоже неинтересно. Единственное, скажу, что Microsoft Edge с некоторых пор поддерживает потоковое видео в 4К. Ну и масса других полезных и интересных функций. Но по сути мое личное мнение, что это второй Chrome. За исключением того, что и то, что мне очень сильно не нравится, здесь присутствует синхронизация только с аккаунтом Microsoft. И если быстро сравнить Chrome и Edge, то мы можем увидеть, что в Edge все как-то наляписто. В Chrome все более упрощенно и более понятно. То есть, как говорится, более интуитивно понятный интерфейс. Еще один из минусов, который я непременно заметил, это достаточно долгая загрузка при старте Microsoft Edge. Chrome грузится гораздо быстрее. Конечно же, все подумают, куда же без честного тестирования и сравнения этого браузера и других по скорости. Я этого делать не буду, но у меня есть информация из доверенных источников по поводу топа данных браузеров в скорости, реализованная в различных программах. Можете быстро пробежаться глазами и посмотреть, какой индекс производительности получил тот или иной браузер в различных программах. И вы можете заметить, что Microsoft Edge везде конкурируется с Google или такими известными браузерами, как Opera, Яндекс.Браузер и другими. И здесь удивительного совсем ничего нет, так как движок у них один. Но при тестировании в некоторых программах мы вообще можем увидеть Microsoft Edge на первом месте. Ну и на этом я хочу закончить свой запоздалый обзор на Microsoft Edge. Мои личные впечатления таковы, что в принципе браузером пользоваться можно и он достаточно неплох. Это хоть выглядит как реклама Microsoft, а то мне задонатили огромный мешок денег. Не наиграно. Нормально. Так что рекомендую попробовать в использовании данный браузер, как он себя поведет. Делитесь в комментариях своим мнением. Всем спасибо за внимание и всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok